Привет! Это Екатерина Воропаев и YouTube-канал «Объектив». Сегодня в выпуске. Долгое эхо наступления ВСУ. Разберемся, что меняется на фронте и в поведении Кремля. Когда они радуют фронт, радует Европа. Про российские протесты в ЕС. Кто и за что выступает и как их можно использовать. Россия попыталась возобновить переговоры, а ВСУ продолжают наступать под персоном. Обсудим последние новости с фронта. Еще расскажу про наркотрафик с ЛДНР, обострение между Арменией и Азербайджаном и что нового вышло на YouTube. Начинаем. Сейчас, после успешного наступления Украины, многие эксперты задаются вопросом, а что дальше? До окончательной победы пока далеко, продвижений по другим направлениям нет. Дало ли освобождение Изюма какие-то долгосрочные результаты, кроме самого факта деоккупации территории? Издание Bloomberg считает, что дало. Отступление российских войск из Харькова принесло значительные перемены. Давайте разберемся в них подробнее. Во-первых, от сдачи Купенска пострадает группировка сил на Луганском направлении. Это та, что сейчас пытается штурмовать города Бахмут, Солидар и Северск. Ведь основным маршрутом снабжения этой группировки была железная дорога из Белогородской области, проходящая через Купенск. А если учитывать тот ад, который периодически творится в логистике российских войск, то группировке Вагнера и армии так называемой ЛНР придется совсем не сладко. Во-вторых, на освобожденных ВСУ территориях осталось большое количество коллаборантов, которые ранее сотрудничали с российской армией. И теперь им придется отвечать за свои действия в рамках украинского законодательства. Этот факт, скорее всего, предостережет потенциальных коллаборантов там, где оккупация пока продолжается, ведь она может закончиться в любой момент. К тому же все наглядно увидели, что бывает с теми, кто поверил в российскую армию. Их просто бросают на произвол судьбы. К слову, это касается и граждан России, которые добровольно едут восстанавливать города. А вас в случае очередного отступления и вовсе забудут. Третий пункт. Контрнаступление ВСУ бьет и по мечтам апологетов войны о всеобщей мобилизации. Дело в том, что мобилизация хороша в момент активного наступления, когда у тебя инициатива и ты давишь. Сейчас, когда армия РФ находится в обороне и когда ее фронт прорывают буквально где хотят, толпы плохо обученных и неэкипированных людей не сильно повлияют на ход событий. А вот на количество трупов, собственных трупов, повлияют. Ну и по аналогии с предыдущим пунктом, многие потенциальные добровольцы поняли по харьковскому примеру, что их там попросту могут бросить. Четвертый пункт. Не менее значимая перемена – это усиление военной поддержки от союзников Украины. Они увидели, как именно ВСУ планируют и могут освобождать свои земли. Эту операцию высоко оценили западные военные эксперты и чиновники. И теперь вполне можно ожидать нового витка снабжения армии Украины. Вон, даже про поставки танков последнего поколения начали говорить. Ну и в конце, наше любимое. Бегство российской армии из Харьковской области вполне осязаемо повлияло на устойчивость самого Путина. Первая линия обороны пропаганды прорвана. Весь мир уже который день наблюдает настоящую истерику на федеральном ТВ, где даже появились призывы к переговорам. Не умолкают и социальные сети, где задпатриоты не готовят из-за пышного празднования Дня города в Москве. Некоторые военкоры уже вполне открыто критикуют самого Путина, потому что он им нужен меньше, чем победа. Те, кто не рискует сказать плохо о верховном лидере, совершенно не подбирают выражений в адрес министра обороны Шойгу. И даже лояльные к Кремлю граждане начинают сомневаться, что из телевизора им рассказывают правду. Получается, что контрнаступление на Изюмце, но не только освобождением украинских земель, что тоже важно, но его значение гораздо выше. В перспективе оно нанесет колоссальный урон России как на поле боя, так и глубоко за кулисами в кремлевских кабинетах. Но к кое-чему Путин еще может порадоваться. Об этом дальше. Едва ли российской власти есть чем в полной мере компенсировать свое недавнее поражение на фронтах. Но Блумберг нашел кое-что, что способно поднять настроение Путина. Речь о протестах в Европе. Согласно индексу исследовательской фирмы «Верекс Моплекров», их интенсивность возрастет этой осенью. Уже сейчас в некоторых странах, например, в Чехии и Германии, граждане собираются на митинги. Протестующие призывают снять санкции с России, заключить с Путиным новую газовую сделку и перестать снабжать Украину оружием. Основная причина недовольства – деньги, а точнее инфляция. Давайте разбираться, кто протестует и что делает Путин. На прошлой неделе в Праге прошел многотысячный митинг. Некоторые протестующие не только требовали снять санкции с России, но и критиковали Евросоюз и НАТО. Эти протестные настроения подхватили и жители Восточной Германии, которая раньше была ГДР и жила под советским влиянием. Крупные протесты прошли в Лейпциге и Магдебурге. Кстати, забавно, что при всех своих пророссийских настроениях немцы решили проводить митинги так же, как протестовали против коммунистического режима в 1989 году по понедельникам. Это называлось «понедельничная демонстрация». И вот никого не смущает. Как подчеркивает Блумберг, главные ораторы на таких протестах – это известные представители крайне правых и крайне левых сил. В Германии, например, от правых выходили сторонники партии «Альтернатива для Германии». Левых представляет партия, происходящая от коммунистического режима, правящего в восточной части страны. Идеологии этих партий формально противоположны друг другу. Но, по мнению журналистов, да и политической науки в целом и политической философии, у них больше общего, чем кажется. Обе стороны мыслят авторитарными, популистскими и коллективистскими категориями, а вовсе не индивидуалистическими. А главное различие заключается лишь в объектах их недовольства. Ну, то есть, кто виноват. Левые партии не любят богатых, а вот правые, наоборот, бедных. Но, как мы все понимаем, виноват Путин. И такие протесты, как пишет Блумберг, можно назвать некоторой формой массового стокгольмского синдрома. Получается, что протестующие недовольны инфляцией, но хотят начать сотрудничать с Путиным. А ведь именно его действия и развязанная им война стали причиной этой самой инфляции. Естественно, таким положением дел не может не воспользоваться Кремен. Журналисты полагают, что Путин будет старательно усиливать потоки дезинформации, чтобы внести раскол в Европейский Союз. И здесь лидеры этих протестов могут стать так называемыми полезными идиотами. То есть, людьми, которые в либеральных демократиях поддерживают отнюдь нелиберальные и недемократические идеи. И тем самым сами копают себе могилу. Ну, то есть, в данном случае играют на руку Путина. Однако не стоит думать, что вся Европа вдруг резко начала выступать за Россию. Для некоторых стран подобные протесты и мысли о союзничестве с Россией кажутся абсолютным безумием. Например, для Польши, Эстонии, Латвии или Литвы. Эти государства всегда воспринимали Россию и конкретно Путина как угрозу. Если вы вдруг услышите, что все в Европе протестуют за Путина, это не поворот и не какой-то консенсус. Да, в Европе есть разные мнения, и в этом нет ничего страшного. Большинство и обычных людей, и политиков в Европе понимают, что сейчас нужно объединяться и преодолевать сложный кризис вместе. Ведь если прогнуться под давлением Москвы, то дальше от Путина можно будет ожидать только еще больших проблем. Будет ли Путин как-то выгодно для себя использовать эти протесты? Да, будет. Но главное знать и понимать, что действительно происходит. А еще рассказывать другим. Так что поставьте лайк этому видео, чтобы его увидело больше человек. Поделитесь с друзьями и не забудьте подписаться на канал. А мы идем дальше. Западная пресса продолжает писать об успехе украинского контрнаступления. Вот, например, Нью-Йорк Таймс подсчитали, что всего лишь за одну неделю ВСУ смогли отбить территорию больше, чем российская армия завоевала за пять месяцев. Интересно, что украинское контрнаступление активизировало и дипломатические противостояния. Так, например, впервые за несколько месяцев Путин поговорил по телефону с Олухом Шольцем. Правда, говорили они о разных вещах. Например, канцлер о том, что нужно прекратить войну, а для этого российские войска должны полностью покинуть территорию Украины. А вот Путин говорил о том, что Украина нарушает международные права и ведет обстрелы Донбасса. Вчера свой ход сделал и офис Зеленского. Он предоставил проект гарантии безопасности Украины. В качестве гарантов безопасности Украина видит США, Британию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, страны Балтии и другие европейские страны. В проекте также указано, что в случае новой угрозы Украине гаранты обязаны будут созвать заседание. В Украине настаивают прописать в этом договоре и превентивные меры, которые страны-гаранты будут использовать против потенциального агрессора. Сюда входят действия военного, финансового, технического и информационного характера. Кроме того, в случае вторжения в Украину против нападавшей страны должен быть введен некий полноценный санкционный пакет. А в Украину организована поставка оружия, в том числе систем ПВО. А главное, такой договор по заявлению Киева не должен ограничивать численность вооруженных сил Украины или накладывать на Украину другие обязательства или ограничения. Понятно, что Россия никак официально не прокомментировала этот документ, но в своем телеграмме высказался Дмитрий Медведев. Как всегда, там было много угроз и без какой-либо конкретики. Правда, к обычной риторике добавилась цитата из Библии. Представители России обращались к Украине с предложением возобновить переговоры, но Киев отказался. Об этом французским журналистам рассказал украинский министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. Британская разведка вчера сообщила, что в боях за Изюм и Купенск ВСУ смогли разгромить элитную первую танковую армию. Она вообще-то в мирное время должна прикрывать Москву, а военная, по замыслам российского руководства, вести боевые действия против НАТО. И еще одна интересная находка. Вчера под Купенском Россия использовала иранский беспилотник Шахид-136. Дрон Камикадзе нанес удар по позициям ВСУ. Кто-то там в Кремле заявлял, что Россия не покупает иранские дроны, так? Пентагон отчитался, какую именно помощь Америка оказала ВСУ с самого 24 февраля. Они поставили Украине 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов и ракет к ним. Кроме того, Украина получила 41 тысячу противотанковых комплексов, более тысячи переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 38 радаров, более 10 тысяч автоматов и пистолетов, а еще почти 64 миллиона патронов и 18 патрульных катеров. Financial Times со ссылкой на свои источники сообщает, что США и их союзники прямо сейчас обсуждают, можно ли предоставить Украине истребители в долгосрочной перспективе. А сейчас посмотрим, что происходит на фронте. Начнем с изюмского направления. В освобожденный изюм попали международные журналисты. Они отсняли там разрушенные дома и мосты. В кадр попало и кладбище Z-техники, которое украинские военные уничтожили во время освобождения города. На этом направлении продолжается наступление ВСУ по обе стороны Северского Донца. Вчера украинская армия полностью овладела Святогорском и освободила еще несколько окрестных населенных пунктов. Таким образом, российская армия на берегу реки Оскол у одноименного села попала в опасный охват. Видимо, в ближайшие дни будет ясно, получится ли у ВСУ окружить тут противника. Или же российская армия сможет уйти из опасного мешка. Именно так военные называют вот такие вот полуокружения. После Харьковского разгрома российская армия пока не может сдержать и новый фронт на водохранилище у реки Оскол. ВСУ смогли пробить плацдармы на левом берегу реки в районе сел Боровая и Ковшаровка. С Ковшаровки ВСУ простреливают трассу на Сватово, по которой снабжается обороняющаяся здесь российская армия. Есть продвижение ВСУ и на другом берегу Северского Донца. Украинский генштаб подтвердил взятие Белогоровки, а российские паблики написали, что ВСУ тут перешли реку, захватили плацдарм и развивают контрнаступление на Кременную. Вчера мы говорили, что со взятием этого городка украинская армия зайдет в тыл группировки российских войск, которая до этого бежала из Изюма. И это может стать для нее новой катастрофой. По данным немецкой Дивельт, после разгрома в Харьковской области в плен попало около тысячи российских солдат. А вот на фронте под Славянском наступает не только ВСУ. Подразделения ЧВК Вагнера смогли захватить несколько позиций ВСУ и войти в промзону Бахмата. Под Донецком война идет на встречных курсах. Подразделения ДНР атаковали Первомайское, а ВСУ перешли в атаку в Марьинке. До этого в течение всего полугода войны ВСУ здесь только оборонялись, не переходя в наступление. Командир батальона «Восток», так называемый ДНР, в своем телеграм-канале пожаловался, что ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы выводят из строя почти все беспилотники, и сражаться без их поддержки с воздуха тут очень сложно. Российские военные блогеры пишут, что ВСУ готовит удар под Углидаром. Там украинские военные якобы проводят разминирование линии фронта специальной техникой. Обычно это делают, чтобы перед атакой расчистить путь для своей пехоты от мин. На юге оккупационные власти Запорожской области уже третий день бьют тревогу. Они заявляют, что ВСУ смогли накопить тут беспрецедентное для этого участка количество техники. Продолжается наступление украинской армии и под Херсоном. ВСУ смогли полностью войти в Александровку и навязать бои за село Станислав. Вчера утром российские паблики заявили, что украинская армия прорвала фронт и вошла в Киселевку. А это всего лишь в 15 километрах от предместья Херсона. Но заместитель главы оккупационной власти Кирилл Стремаусов лично опроверг потерю села. Он съездил в Киселевку и записал видео на фоне стеллы с названием населенного пункта. Правда, после этого в Киселевку попытались пройти несколько военных корреспондентов, но вот их не пустили. Российские источники пишут, что ВСУ усилили атаки на Давыдов Брод. Некоторые из них даже сообщают, что ВСУ удалось войти в это село. Правда, подтверждений этому пока никаких нет. А вот Генштаб ВСУ подтвердил, что украинская армия прорвалась в село Степное. Вот такие вот обзоры и карты мы стараемся делать каждый день. И в этом нам нужна ваша помощь. Становитесь спонсорами канала. Это поможет делать выпуски стабильно. Например, мы сможем справиться с любыми техническими неполадками или при необходимости расширить команду. Так что оформляйте спонсорство на YouTube или через Boosty по ссылке в описании. А я продолжаю. Россия принесла в оккупированные города не только смерть и страх, но и свои планы по колониальной реконструкции. Так, например, администрация Петербурга запланировала установить в разрушенном Мариуполе памятник Александру Невскому, аж с подсветкой, и восстановить парк 50-летия Победы. Но вместе с такими сомнительными архитектурными замашками на город навалилась еще одна беда. Туда приехали наркодилеры и самопровозглашенные ЛДНР. Вот так русский мир встречает украинцев с солью. Эту интересную особенность заметил журналист «Новой газеты Европы». Война – это удачный момент для расширения наркобизнеса. Спрос всегда есть среди военных. Вспомнить хотя бы Афганистан или Вьетнам. Да и как бы цинично это ни звучало, новые территории – это новые заказчики. Журналист Андрей Каганских обнаружил, что два месяца назад онлайн-магазины наркотиков из квази-республик ЛНР и ДНР перебрались в оккупированные Мариуполь и Херсон. Один из таких магазинов существует всего год и ведет деятельность только в ЛНР и ДНР. И сейчас он сообщает, что появилась возможность сделать заказ на оккупированных территориях. Единственное, что курьеров-закладчиков для своей продукции в уничтоженном городе найти почему-то тяжело. Но вот спрос на наркотики в городе есть. В канале с отзывами местного магазина за два месяца появилось порядка 80 таких отзывов. Как отмечает журналист, это не первый такой магазин на оккупированных территориях. Там есть и другие наркоторговцы, в том числе из подконтрольных Украине территорий. Они вернулись в Мариуполь и начали торговлю раньше, чем из ЛДНР. Так что в опустевших оккупированных городах нас ждет еще одна война, но теперь за сферу влияния на рынки синтетики. Как я уже отметила в начале статьи, война и наркоторговля идут рука об руку. К ужасам военных действий прикрепляется еще одна очень нелицеприятная сторона общества. Военные, да и гражданские, могут искать в употреблении выход, чтобы не сойти с ума. Но это путь в никуда, которым очень легко пользуются наркоторговцы, особенно из всяких квази-государственных образований. Наркотики – это не выход. Наркотики – это бизнес, который в том числе есть на войне. Если у вас или ваших близких с этим появились проблемы, особенно в последнее время, не бойтесь обращаться к врачу. ФСБ задержало топ-менеджера российского авиационного завода по подозрению в госизмене. Уже возбуждено уголовное дело. По мнению спецслужбы, подозреваемый передал в Украину секретные чертежи боевой авиационной техники. ФСБ не сообщает, с какого именно завода были переданы эти чертежи и как зовут задержанного менеджера. В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана произошли столкновения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о как минимум 49 погибших, назвав эту цифру неокончательной. Азербайджан также заявил о потерях. По словам Баку, с их стороны погибло 50 военных. Вчера утром стороны договорились о прекращении огня. По инициативе Армении было созвано заседание ДКБ. Страны-участницы договора призвали Азербайджан и Армению приступить к переговорам. Также было решено отправить в зону конфликта генсеку ДКБ Станислава Засе и созвать рабочую группу для анализа ситуации. Совет безопасности ООН также обеспокоен конфликтом между Баку и Ереваном и обсудит этот вопрос на ближайшем заседании. Суд Петербурга разрешил распустить районы Совет Смолинская. Ранее депутаты этого района обратились в Госдуме с требованием обвинить Путина в госизмене. Иск с требованием признать депутатов бездействующими и распустить Совет был подан еще в 2021 году, до госизмены Путина. Дело в том, что в Смольнинском по итогам выборов 2019 года большинство мест в Совете занимали оппозиционные депутаты. А главой округа тогда был единоросс Кригорий Ранков. Сперва у депутата возникли с ним конфликты, а потом он вовсе заболел и перестал созывать заседание. В результате Совет не собирался уже несколько месяцев. Из-за этого прокуратура и подала иск, призвав и распустить смольнинских депутатов. Дело долго рассматривали, но вот сейчас, после требования отставить Путина, его удовлетворили. Если в Питере почти потеряли оппозиционных депутатов, то пользователи интернета потеряли поисковик Яндекса. Если вы недавно пытались открыть сайт Яндекс.Ру, то заметили, что он изменился до неузнаваемости. Вместо привычного поисковика теперь выскакивает страница приложения Дзен. Дело в том, что Яндекс продал приложение Дзен и новости сервису ВК. Теперь старый и привычный нам сайт открывается по адресу Я.Ру, откуда уже можно зайти на привычные страницы почты, карт и так далее. Сервисы Дзен и новости уже удалены из приложения Яндекс с Алисой. Президент Казахстана Касымжи Мартукаев поддержал идею переименовать столицу из Нур-Султана обратно в Астану. Иронично, что предыдущая смена названия, то есть из Астаны в Нур-Султан, произошла тоже как раз по его инициативе. Но, по словам пресс-секретаря президента, другие объекты, названные в честь первого президента Нур-Султана Назарбаева, переименовываться не будут. Мы снова посмотрели много разных видео на Ютубе, и сегодня я вам расскажу об одном очень необычном видео с канала «Продолжение следует». Начал бы Путин войну, если бы он был женщиной, по внешним половым признакам. Таким вопросом задались авторы этого видео. Но еще раньше этим вопросом задался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что если бы Путин носил юбку, то никакой войны бы не было. Так что, граждане мужчины, если вам очень сильно захотелось напасть на вашего соседа, а делать этого не стоит, так сказать, чемодан, вокзал, магазин женской одежды. Путин, правда, парировал, приведя в пример Маргарет Тэтчер, которая объявила войну Аргентине из-за спора вокруг принадлежности Фалкленских островов. В ролике, кроме всего прочего, дается краткая история возникновения гендерных стереотипов. Сейчас эти стереотипы уже отходят на второй план, и многие страны постепенно от них отказываются. Но вот в России они все еще распространены. Это приводит к тому, что, например, женщины практически не участвуют в политике. Из 85 российских глав регионов лишь один – женщина. Мало представлены женщины и в Совете Федерации, Думе или Кабинете Министров. Авторы ролика вспоминают прошлое Путина, когда он возглавлял избирательный штаб Анатолия Собчака в Санкт-Петербурге. Супруга бывшего мэра Людмила Нарусова тогда вела себя крайне активно в медиапространстве. Собчак эти выборы проиграл, а Путин, по мнению авторов, решил, что женщина на корабле, быть в беде. Более того, на протяжении всей своей политической карьеры Путин неоднократно демонстрировал так называемый мачизм. От испанского слова «мачо», то есть «самец». Настоящий мачо не боится показаться на публике с голым торсом, мочить террористов в сортире, называть Украину красавицей, да еще и требовать от нее терпения. Все это укладывается в парадигму традиционного патриархального общества, так милого Путину. И именно в этой парадигме он предлагает воспитывать российских детей. Мальчиков мужественными, а девочек женственными. И без всяких. Для главного мачо страны такой нарратив очень выгоден, ведь можно легко сделать акцент на превосходстве традиционных ценностей над загнивающим Западом. Вот только согласно статистике такой социальный посыл вредит жизни россиян. К примеру, в России один из самых больших в Европе процент разводов и, как следствие, матерей-одиночек. Вредит такой нарратив и мужчинам. Например, мужчины боятся показаться слабыми и обратиться за помощью. И выход видят в окне или в петле. В России в процентном соотношении мужчины совершают самоубийства в три раза чаще, чем в странах Европейского Союза. Традиционная парадигма, как говорят авторы, вредит всем, но зато нравится Путину. И он будет и дальше толкать свои речи о традиционных ценностях. Кстати, все ваши мысли о нужности мачизма и традиционных ценностей в России вы можете написать в комментарии, как и любые другие вопросы и идеи. Я вас всегда там жду. Кстати, особенно хорошо ваши вопросы и идеи видно, если писать их через кнопку «Спасибо» с небольшим пожертвованием. А на сегодня все. Мы с командой идем читать мировые издания, ведь новый выпуск сам себя не напишет. А вам удачи и до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok